В Казахстане по-прежнему остро не хватает донорских органов. Больше трех с половиной тысяч человек, в числе которых свыше ста детей, стоят в очереди на пересадку. Чаще не хватает почек. На втором и третьем местах печень и сердце. И не все, кстати, понимают, что стоит за этими цифрами. Вот лишь малая часть. Это постоянный страх, что сегодняшний день станет последним. Представьте, что чувствуют родители болеющего ребенка. Это функционирование за счет гемодиализа, очищения крови через аппарат, напоминающего центрифугу. Это последствия от систематичности процесса. И от такой жизни, которую жизнью сложно назвать, вообще мало кто задумывается. Ну, может, лишь те, кто сталкивался с этим сам или же терял близких. Мой коллега Бахрамбек Талибжанов изучил сегодняшнюю ситуацию с донорством и убедился, что она плачевна. В Казахстане резко упали показатели посмертного донорства. По официальным данным, за последние два года только семь человек перед смертью дали согласие на пересадку своих органов нуждающимся. Напомню, что программа мультиорганного забора действует в стране уже 10 лет. До 2017 года было зарегистрировано 19 посмертных доноров. 86 органов помогли спасти жизни десятков человек. Позже ситуация сильно ухудшилась. Множество различных мифов не дают развиваться этому направлению. И вот один из последних. В 2018 году был скандал, шум большой на стране, что в Казахстане пересаживают органы иностранцам, а некоторые СМИ, не понимая сути вопроса, стали раздувать. Вот наши трупные органы передаются, скажем, совершенно гражданам другой страны. Там даже была подоплека, чуть ли не продают. Это привело к тому, что люди перестали, то есть родственники перестали соглашаться на изъятие органов. Процедура завещания органов выглядит так. Сначала человеку необходимо дать свое официальное согласие на портале Яков Киезет. Далее обследование в поликлинике. Если человек здоров, медики информируют его родственников и заносят донора в базу данных. Когда наступает смерть, органы умершего изымают, а специальная программа определяет, кому и какой орган можно пересадить. Важный момент. Донорство возможно только в случае так называемой «острой смерти» от черепно-мозговой травмы или инсульта. А еще есть целый ряд медицинских противопоказаний. В итоге к пересадке остаются пригодными органы только 30% потенциальных доноров. Мы решили узнать у самих казахстанцев, готовы ли они к донорству. О, я об этом не думала даже. Я готова, потому что, возможно, кому-то в дальнейшем это действительно спасет жизнь. Если после смерти мои родители будут не против, тогда это не проблема. У казахстанских мусульман нет запрета на донорство. Больше того, 8 лет назад издана специальная фетва, в которой расписаны все правила. Первое – это согласие человека на посмертное донорство. Второе – ясная и неоспоримая польза. Третье – запрет на изъятие органов, если человек скончался в результате клинической смерти. Четвертое – запрет на донорство половых органов. Пятое – организация, которая проводит трансплантацию, должна быть лицензированной и строго контролируемой государством. Шестой, последний пункт. Я прочитаю вот выписку. Важно помнить, все вышеизложенные правила относительно донорства не должны быть средством для торговли или торга. Иных финансовых сделок. Потому что в любом случае торговать, выставлять на торг человеческие органы запрещено. По шариату является харамом. Однако, если страдающий недугом человек может заполучить нужный для исцеления орган, только посредством купли-продажи на нем не будет греха. Этот вопрос открыт для обсуждения. Чтобы решить проблему посмертного донорства в Казахстане, ведущие трансплантологи страны считают необходимым снова пересмотреть закон о здоровье народа. А именно убрать из него пункт презумпции несогласия и оставить принцип презумпции согласия на изъятие органов. В таком случае забор органов и тканей у умершего допускается, если при жизни покойный или его родственники не выразили на это свое несогласие. Добавлю, по оценкам медиков, в среднем один посмертный донор может спасти жизни пятерых человек. Бахранбек Талибжанов, Ильдар Жунусканов, Студия СЕИ.